Патсдам, как Германия в миниатюре. Здесь начиналась история немецкой империи, от Фридриха Великого и Дворцов до Бисмарка и прихода Гитлера к власти. Это город, который пережил Вторую мировую войну. Здесь проходила Патсдамская конференция, и по итогам которой Германия на 50 лет оказалась разделена на две идеологически разные страны. Это город, где была тюрьма КГБ, и стоит знаменитый мост, где проходили обмены шпионов. Это город, где типичный имперский стиль может соседствовать с панельными районами времен социализма. Город, где типично немецкое сочетается с мигрантским и привнесенным извне. Город, который изменился после объединения Германии. Город, про который сегодня я вам расскажу. Из аэропорта Берлина мы отправляемся в Патсдам поездом. Сам терминал находится под терминалом аэропорта, и оттуда есть два варианта. Поезд номер РБ-22, либо РБ-23. Я вам рекомендую номер 23. Да, он стоит на евро дороже и идет чуть-чуть дольше, но зато он проходит через весь Берлин. А транспортная система Германии построена таким образом, чтобы железная дорога лишний раз не пересекалась с другими видами транспорта. Поэтому, когда вы едете на поезде через Берлин, вы едете по эстакаде на высоте третьего, четвертого этажа. И это просто потрясающая экскурсия по разным архитектурным стилям этого города. Единственное, что я надеюсь, что вам больше повезет с погодой. Берлин, он абсолютно динамичный город за счет его контрастов. Он одновременно и старый, и новый, и буржуазный, и хипсовский, при этом ужасно рваный, неровный. Это просто сборище абсолютно разных кварталов, абсолютно разных эпох. И мы как раз едем поездом в город, который чуть меньше Берлина, но является его лучшей версией. Мы едем в Патсдам. Мы начнем с района Инненштадт. Это самое сердце города. Но, учитывая последствия Второй мировой, почти полное отсутствие исторической застройки, это нередкое явление для некоторых городов Германии. Но, к примеру, в отличие от Берлина, в Патсдаме сохранился старый город. От вокзала мы проходим через мост Ланга, и буквально сразу видны масштабы города. Патсдам оказывается полноценным большим городом, и никоим образом не спутником, и не пригородом немецкой столицы. Патсдам долгое время являлся второй столицей Германии. Что удивительно, ведь он находится всего-то в 20 километрах от Берлина. Обычно вторые столицы, культурные столицы, расположены, наверное, чуть подальше от основной столицы. Но Фридрих, курфюрст Германии, хотел жить недалеко от столицы, но в то же время в тишине среди лесов и озер, которыми была характерна эта местность. Поэтому несколько сотен лет назад здесь он начал строить свою первую резиденцию. Естественно, его наследники поддержали его начинание. Как Фридрих Вильгельм, так и Фридрих Великий построили свои дворцы именно в этой местности. И постепенно Патсдам стал, наверное, чуть ли не более важным и более презентабельным городом, чем сам Берлин. Фридрих Великий, Фридрих Первый, Фридрих Вильгельм. У нас с вами не урок истории, мы не будем избираться, чем один курфюрст отличался от другого. Единственное, нужно понимать, что это все немецкие правители из одной династии. Мы выходим на Рыночную и Ратушную площадь. Когда-то это был центр городской жизни. Здесь расположен Патсдамский городской дворец. Первая резиденция курфюрстов и королей. Но оригинальный дворец был разрушен при бомбардировке города американцами 14 апреля 1945 года. И восстановить его решили уже только в 21 веке. Но не полностью, а лишь главный северный фасад. А вот буквально за пару дней до утверждения проекта, миллиардер Хасу Платнер пожертвовал на реконструкцию практически 30 миллионов евро. И вот с 2013 года дворец снова на месте. В наши дни в здании заседает парламент земли Бранденбург. В здание можно зайти, правда, при входе КПП, где вас спросят, что вам нужно. Я сказал, что хочу подняться на крышу и сделать пару фото. И меня пропустили без лишних вопросов, сказав, что надо идти на четвертый этаж. Правда, любопытство взяло вверх. И я ненадолго, но заглянул на этаж, где заседает парламент. Наверное, сюда нельзя. Но было интересно. А вот на четвертом этаже, кстати, столовая. И там можно дешево и сытно пообедать туристу. И, конечно, широкий балкон, с которого открывается неожиданный ракурс на старый город. Подсдам был одним из красивейших городов Европы, но в середине 18 века, когда прусский король Фридрих Великий сделал его своей резиденцией. Город расширялся, вышел за пределы старинной крепостной стены. Улицы и площади застраивались дворцами и вилами в стиле барокко и позднего классицизма. А рядом – прусские двух-трехэтажные особняки 18 и 19 веков. Сейчас за классической архитектурой видны панельные дома времен ГДР. Ведь город пострадал в самом конце войны. 14 апреля 1945 года американская авиация широкой полосой бомбила Подсдам, чтобы облегчить его штурм наступающим советским войскам. Гарнизонная церковь, городской дворец и около тысячи домов превратились в руины. В свое время в Подсдаме было несколько архитектурных доминантов. Одна из них – это гарнизонная церковь. В ней был похоронен Фридрих Великий, Фридрих Велегельм. Это место было тесно связано с Бисмарком. Но после апрельских бомбардировок 1945 года церковь была уничтожена. Ее не восстанавливали во времена ГДР по идеологическим соображениям. В 1933 году, во время так называемого Дня Подсдама, здесь принял присягу как рейхсканцлер Адольф Гитлер. И это место не хотели восстанавливать от греха подальше, чтобы оно не стало местом преклонения неонацистов. Но недавно, в августе 2024 года, церковь все же восстановили под очень бурные протесты как местных жителей, так и общественности. Но, с другой стороны, когда ее восстанавливали, сказали, что в этой церкви было очень много славных страниц истории Германии. И будет несправедливо их забывать из-за одной черной страницы. И в то же время президент Германии Штайнмайер высказался так. Место, которое не существует, оно не задает вопросов. Однако сегодня, когда церковь восстановлена, мы задаем себе эти вопросы. Мы не перестаем вспоминать о темных страницах прошлого. Мы их не замалчиваем. Делаем эти страницы видимыми, чтобы извлекать уроки. По-прежнему это достаточно спорное решение среди немецкого общества. А вы что думаете? Символом и доминантой Старого Поздама по-прежнему является церковь Святого Николая – неоклассическая лютеранская церковь. Церковь была разрушена, но восстановлена в полном соответствии с оригинальными чертежами еще в 1981 году, еще во времена ГДР. Сейчас вход бесплатный, а наверх можно подняться за небольшое пожертвование в 5 евро. Сейчас центр жизни переместился на пешеходную улицу, а площадь в окружении монументальной архитектуры пустует. Но старые города меня всегда привлекают своими обычными улицами, суетливой жизнью местных и неспешными туристами, чья основная забота – выбрать, где бы выпить кофе или пиво. Вот и я выбрал себе место у окна и за чашкой кофе просто наблюдал за жизнью в Поздаме. Германия сильно отличается от многих стран Европы. Привязанностью немцев к бумажным письмам, наличке и разного рода декларациям и справкам. Услугу легче получить на бумаге, чем дигитально. А немцы в Европе – рекордсмены по своей любви к газетам. И профессия почтальона тут актуальна как никогда. Люблю детали в таких городах. Рассматривать гидранты или мощения. Или вот, вывеска до выпивки 72 метра. Остатки немецкой педантичности. Не 50 метров, не 100 метров, не буквально за углом, а четко – 72 метра и не метром больше. Германия всегда славилась своими дорогами и городским убранством. И хоть в последнее время уступило первенство, и некоторые дороги в Германии выглядят совсем не солидно, но все равно это скорее исключение из правил. Обычно все вокруг выглядит очень достойно. Особенно мне нравится мощение небольшим камнем. При этом на большинстве тротуаров есть и зоны с большими плитами, по которым удобнее примещаться с коляской или на каблуках. И, конечно, обратите внимание, насколько много зелени. Начиная с клумб и цветов до тактического урбанизма. На улицы выносят временные клумбы, и ими перегораживают улицы в сезон, когда тепло и вокруг много туристов. А вот эти входы – это спуск на подземную парковку. И насколько же они хорошо, можно сказать, замаскированы. Конечно, даже они украшены разными гербами и атрибутами, чтобы мы, видимо, не забывали, что мы в Потсдаме – городе немецкой имперской славы. Несмотря на войну и бомбардировки, половина центра уцелела. Нередко можно встретить среди старинных зданий новые. Они в ту же высоту и этажность, и заполняют собой выбитые во время войны здания или целые кварталы. Но все равно – это Германия. Та же привычка выстроять на улицу ненужные вещи. Я такое видел в Берлине. У велопарковок оставляют все, что не нужно, но в рабочем состоянии, и может кому-то пригодиться. От мебели до, к примеру, принтера. И если сделать круг по району, можно неплохо обставить себе квартиру. Немцы следуют современным трендам. Практически на всех улицах, в центре города или на его окраинах стали появляться велосипедно-пешеходные магистрали. Да, Германия – очень автомобильная страна, такие реформы не даются легко, поэтому везде можно встретить огромное количество стендов, которые поясняют, чем современный подход к улицам лучше подхода условных 70-х-80-х, когда вокруг были сплошные транспортные магистрали, заторы, пробки и сплошные парковки. Тем более за первый день по Патздаму я прошел, наверное, километров 17-18 и понял, что еще несколько дней в таком темпе я не выдержу. И здесь мне на помощь пришли самокаты и арендные велосипеды. Я вам скажу, что уровень и культура вождения в Германии гораздо выше, чем культура вождения в Балтии. Мне было ездить по дорогам рядом с автомобилями даже очень вполне комфортно. Наверное, мне стоит купить еще и GoPro и делать в своих выпусках небольшие велосипедные обзоры разных городов и стран, где я бываю, так сказать, изнутри. Замерзнув на ветру и увидев цену на капучино в 2 евро, я сразу зашел. И оказалось не совсем в кафе. Правда, кофе мне тут сделали отличный. Новый символ Германии теперь и легалайз? Я бы не затронул эту тему, если бы не перепутал магазин с кафе. Но я еще никогда не пил кофе, сидя на кресле и наблюдая, как немцы выбирают себе бонг. В общем, если не хотите платить 4 евро за кофе в кафе, можете выпить за полтора в нестандартном месте. Я не слежу за индустрией марихуаны, но оказывается в апреле 24 года власти Германии частично ее легализовали. Новые правила позволяют хранить дома до 50 граммов и выращивать до 3 растений для личного пользования. И буквально на соседней улице я понял, что на окне у местных цветет точно не герань. И да, прикупил себе сувенир. На вкус, кстати, так себе. Не рекомендовал бы. Говорят, что до Второй мировой войны Берлин по красоте мог поспорить с Веной. А Потсдам – это был маленький Берлин, но дороже и престижнее. Сложно сказать, но те здания, которые уцелели в Старом Потсдаме, явно заслуживают внимания. 300 лет назад город развивался параллельно Берлину и притягивал желающих жить поближе к королю. Правда, уже тогда шла борьба за умы, рабочую силу и, конечно, людей науки. Это так называемая Потсдамская новая ратуша. Остатки имперской Германии и ее архитектурного величия. Я только было хотел отметить, что лепнина, горельефы и статуи неухоженные, но оказалось, что здание с осени уходит на реставрацию. И внутрь, кроме одного крыла, уже нельзя попасть. Ратуша рабочая. Здесь и сейчас заседают городские власти. Гарнизонный город Потсдам был окружен городской стеной, которая служила не для его защиты, а преимущественно для предотвращения дезертирства солдат и для предотвращения контрабанды товаров. От стены ничего не осталось. Ее давно разобрали, а на ее месте возник широкий проспект. А вот городские ворота сохранились. Вокруг них обычно площади и городские пространства. Под здами есть свои собственные Бранденбургские ворота, построенные в 1770 году в честь победы в Семилетней войне. А еще ворота напоминают Древнеримскую Триумфальную арку. И при их создании точно вдохновлялись аркой Константина в Риме. Кроме Бранденбургских ворот я бы еще отметил Охотничьи ворота. Через них сейчас проходит маршрут городского трамвая. От Бранденбургских ворот в сторону центра ведет Бранденбургерштрассе. Приятная улица с кафе, магазинами и ресторанами. И это единственное место, где мне на глаза попались немецкие сосиски карри-вурст. Да, стритфуд в Германии развит. Здесь можно найти кухню любой страны и любого народа. И да, по приемлемым ценам. Но вот вы скорее найдете турецкую или азиатскую кухню, чем ресторан немецкой еды. Самый распространенный фастфуд в Потсдаме – это не немецкие сосиски. Это шаурма, кебабы и дёнеры – всех вариантов и всевозможных сочетаний. Здесь можно найти очень необычное для меня сочетание, когда вместо соуса используют хумус и сыр фета. Скажу вам, что это очень вкусно, особенно если с айраном. Плюс огромные порции, огромные кебабы. И всё это стоит примерно 7 евро за порцию, что для небогатого эстонского туриста очень и очень кстати. Однако пиво остаётся главным немецким напитком. Это одна из немногих стран, где я встречал такую ситуацию, что вы можете прийти в паб, в бар или на центральной улице города будет терраса с заведением, где в меню только пиво. Нет абсолютно никакой еды и никакой закуски. Эти заведения полные. То есть приходят немцы, заказывают просто голое пиво и сидят его пьют. При этом в Германии можно найти очень дешёвый алкоголь. Да, очень дешёвый алкоголь, если к тому же зайдёте в сеть Penny или Netto. Я удивлялся пиву, который стоит дешевле евро. А самое простое и массовое пиво можно и вовсе взять по 55 центов. Но оказывается, когда акции, пиво продаётся по 35 центов за пол-литра. А вино по 2 или 3 евро – это норма. Ситуация с вином чем-то напомнила Италию, где на него вроде тоже нет акцизов. Германия – достаточно комфортная для туриста страна. Тут гораздо дешевле, чем в Северной Европе. А из-за инфляции в Балтии цены сравнялись с эстонскими по продуктам питания. Но если честно, я на пешеходном бульваре не стал особо задерживаться. Тут всё как везде для туристов. И я решил поскорее выйти к церкви Петра и Павла. Это доминанта уже следующего района города. Тут начинается вылитый Амстердам. Красный кирпич, дома в голландском стиле, крашеные ставни. Район так и называется – Голландский квартал. По приказу императора Фридриха к 1740 году был построен Голландский квартал в центре Патсдама. Архитектором был известный на то время голландец Иоганн Боуман. Для постройки осушили местные болота, сделали мостовые, провели канализацию и акведук. Вскоре здесь появилась церковь Петра и Павла. Кирпичная кладка домов, фронтоны и порталы придают этой старинной застройке выразительный национальный колорит. Всего возвели около 150 кирпичных домов в голландском стиле, которые образуют четыре сектора. Голландский квартал Патсдама считается крупнейшим архитектурным ансамблем в голландском стиле в Европе за пределами непосредства Нидерландов. Это теперь одно из моих любимых мест Патсдама. Обожаю узкие улицы с булыжной мостовой и старые дома из красного кирпича. Здесь все соединилось воедино. Плюс можно совершить два путешествия за один раз. Едешь в Германию, а заодно посещаешь Нидерланды. Согласно первоначальному замыслу, квартал должны были населять квалифицированные голландские рабочие, прибравшиеся в Пруссию в поисках работы. Однако их количество в Патсдаме было незначительно. Но квартал быстро заселялся. Те дома, которые не расхватали голландские гости, быстро покупались французами и пруссаками. А в части домов были расквартированы в русские гренадеры короля. Как мне показалось, эти дома построены исключительно имитируя голландский стиль. Ведь если вы обратите внимание, то последний этаж – это чердак, где исторически в таких домах устанавливалась лебедка. С ее помощью туда поднимали товар, чтобы защитить его от воров и от грызунов. Правда, когда строили эти дома, то необходимости в этих этажах уже не было. То есть дома построили просто имитируя этот старый стиль. Интересно было посмотреть, что внутри этих домов. И я решил, что буду останавливаться в разных домах, в разных районах, для того, чтобы можно было посмотреть на какие-то дома и районы изнутри, а не только ходить, как остальные туристы и смотреть на фасады. Поэтому первое место, где я остановился – это вот такой вот типичный голландский дом, правда, в Германии. После Второй мировой войны район пришел в упадок. И к началу 70-х годов голландский квартал обветшал настолько, что дома были под угрозой сноса. И правда, редко где сохранились старинные интерьеры внутри домов. Поэтому зачастую внутри все совершенно новое. Правда, в некоторых домах сохранились деревянные лестницы и интерьеры парадных. Но они все равно более молодые. Этой лестнице, к примеру, чуть больше ста лет. Но тоже очень достойно. Но еще при ГДР были начаты работы по реконструкции всего района. Работы, которые ведутся и по сей день, поддерживаются Нидерландским королевским домом. Мы сняли апартаменты в одном из таких домов. Конечно, внутри совершенно ничего не напоминает о прежних временах. Зато прекрасный вид из окна. Да, и интерьеры интересные. Город ощущается совсем по-другому, когда не только смотришь на фасады, но и заглядываешь с другой стороны. И, конечно, внутренние дворы. В старинном голландском квартале, несмотря на самый центр, есть дома с внутренними садами и крашенными ставнями. Тут можно завтракать и ужинать. Просто проводить время, и ты как будто в какой-то другой Германии. Сейчас это оживленный центральный район. С мощенными улицами, пешеходными площадями, ресторанами, правда, в основном не немецкой кухни, необычными кафе и магазинами антиквариата. Зато посмотрите на детали. Вот, кроме номера домов, указатель, в какую сторону идет нумерация домов. Или местами сохранились старые рекламные вывески и названия. Как видите, и тогда был дизайн-код. Вся реклама должна была быть просто написана черными буквами поверх кирпича. И, конечно, огромное количество зелени. Немецкие улицы просто утопают в ней. А если хотите посетить Потсдам, то выбирайте правильный месяц. Ведь в этом районе проводятся местные праздники. Фестиваль тюльпана в апреле, ярмарка керамических изделий в сентябре и рождественская голландская ярмарка, во время которой сюда съезжаются гости из всей Европы. И город очень многолюден. И эта поездка была бы невозможна без крутых ребят из компании Корона, с которым я был знаком задолго до того, как начал пользоваться приложением Корона. А пользоваться приложением я задолго до того, как порекомендовать его моему зрителю. А если вам необходимо перевести деньги надежно, быстро и, самое главное, безопасно домой, друзьям или близким, то вы знаете, каким приложением воспользоваться. Корона – это удобство переводов в десятки стран. А если по тем или иным причинам вам не хочется получать деньги на карту, то в большинстве из стран можно получить деньги наличными. Тем более в приложении есть чат поддержки и круглосуточный телефон. А всем новым пользователям на первый перевод от 100 евро 15 евро бонусом. Но только с моим промокодом. Поэтому все ссылки и промокод, как обычно, в описании и в первом закрепленном сообщении. И вы в курсе, что делать. Приехав в Потсдам, невозможно не посетить королевскую резиденцию и парк Сан-Суси. Правда, при входе вас встретит обелиск. Необычно для Германии. Построен он был в 1748 году. В подражание египетским обелискам и стал одной из первых скульптур Сан-Суси. Голландец Вандербош выстроил за городом ветряную мельницу в 1739 году. Когда спустя пять лет началось строительство дворца Сан-Суси, король потребовал ее убрать. Однако крестьянин заупрямился, желая сохранить наследие своих отцов, мельницу, стоявшую на их родовом участке. Дело в итоге дошло до суда и рассматривалось долго. Но в конце концов решение было принято в пользу мельника. Немецкий монарх с традиционной немецкой добросовестностью проявил подлинное законопослушание. Дворец был возведен в 1747 году. Чуть позже вокруг был разбит огромный парк. Это место должно было по замыслу Фридриха Великого выглядеть не по бездной и официальной королевской резиденции, а прибежищем философа, где он мог бы окружить себя любимыми книгами, картинами и людьми. Фридрих очень любил это место, часто здесь жил и здесь же скончался и завещал себя здесь похоронить. Дворец расположен на холме над парком. И на террасах холма по приказу Фридриха Великого был разбит виноградник. Летом сплошь увитый зеленью склон представляет собой великолепное зрелище. И как это ни странно, но здесь умудряются выращивать и собирать урожай винограда и делать из него вино. А в нишах за стеклянными ставнями растет инжир. Вот, собственно, и дворец. Он невелик, в один этаж и выглядит не очень уютно, но гармонично. И неудивительно, Фридрих строил его не для помпы, а для жизни. Надпись «Сан Суси» часто трактует неправильно, полагая, что Фридрих хотел жить здесь в праздности, предаваясь только развлечениям. Это не так. Государственными делами он занимался везде и всегда. Оказаться без забот король имел в виду после смерти, завещая похоронить себя здесь. Со стороны сада стоят очень красивые сетчатые павильоны. И вот он, вид от дворца на сад. Ну что же, сейчас будет давно забытая рубрика от Юлиуса. Это оправдание и недовольство. Я скажу вам честно, дворец Сан Суси мне не понравился. Во-первых, для меня он какой-то уж слишком низенький, а во-вторых, неухоженный. Если вы посмотрите на все эти барелефы, горелефы, статуи, они какие-то все нечищенные и все немного запущенное. Но скажу вам честно, я в целом не питаю большой любви к разного рода дворцам. Если в городе один дворец, то я могу его обойти, посмотреть со всех сторон, и мне это интересно. Но когда в городе их несколько десятков, то глаз замыливается и хочется сесть на трамвай и уехать куда-нибудь к пятиэтажкам. Обиднее всего было за ужасную серую дымку, которая висела над городом все эти три дня. Практически ни разу не было видно даже синего неба. Глаза устают за пару минут. Камера, конечно, снимает тоже не очень четко. Эх, жаль, прогулка была хороша, но могла бы быть еще лучше. Тем более, все же это была не осень. Это был август. Но если вы все же потратите немного времени и пройдетесь дальше, то вас будет ждать еще один дворец. И вот он уже мне понравился больше. Оранжерейный дворец является последним и самым большим из дворцов, построенных в парке Сан-Суси. Он был возведен в 1864 году по распоряжению короля Фридриха Вильгельма IV. Здесь обитают экзотические растения и цветы, а также произведения искусства. Здание в стиле итальянского возрождения возвели в XIX веке по приказу короля для воссоздания тропического ландшафта в прохладном климате Германии и зимнего хранения пальм, высаженных в катках. Во внутренних помещениях расположены картины, галерея и музей. Есть предположение, что прототипом дворца послужила римская вилла Медичи, а эскизы, говорят, рисовал сам король. В дворцовом парке расположены райский, северный и сицилийские сады с сосновыми рощами, пальмами, насаждениями мирта и лавра, цветниками, аркадами, аллеями, фонтанами и статуями. А зимуют растения в оранжереях. Ну что же, из центра города мы выдвигаемся на север, в район Нюрдлихефорштадт. Когда-то это был тихий район на краю старого города. Типичная Германия конца 19-го, начала 20-го века. Мы идем вдоль трамвайной линии. С одной стороны хотелось проехать трамваем, но увидев ремонт, стало ясно, что пешком, наверное, займет то же самое время. Тут интересное покрытие, мягче, чем обычный асфальт, а еще есть резиновые прокладки между рельсами. Трамваи в итоге ходят тише, чем в центре города. Плюс строят платформы под единый уровень трамвая. Кстати, необычная деталь трамвайных остановок – это то, что на трамвайной остановке в Германии можно курить. Но только на одной из платформ и в определенном месте. Но в какой-то момент я обращаю внимание на указатели улиц. Руси Шиколани, Пушкин Аллея. Интересно, что может находиться на этих улицах. И тут я с удивлением обнаруживаю русские избы. Да, деревянные дома в русском стиле посреди немецкого города. Это район Александровка, так называемая русская колония. Дома выглядят как русские избы. Но таковыми по сути не являются. Немцы две сотни лет назад не умели класть срубы. И поэтому построили типичный немецкий фахверковый дом. И облицовали деревом под русскую избу. А у каждого дома разбит большой сад. Это забавно. Сначала мы видели район, построенный под голландский стиль. Теперь вот под русский. Но зачем немцам строить деревню в русском стиле? В этих домах жили бывшие солдаты, составляющие хор при немецком короле. Говорят, что Фридрих и Александр I из династии Романовых были дружны. Тем более, воевали вместе против Наполеона. И в этой колонии были расселены певчи, которых подарил Александр I своему немецкому другу. Да, другие времена и другие нравы. Взял и подарил людей другому королю. 1 декабря 1825 года император Александр I умирает. И в знак родственных и дружественных отношений между Гогенцоллернами и Романовыми для солдат хора будет возведена целая деревня. За образец была взята деревня Глазово под Павловском, построенная по проекту архитектора Карла Росси. Таких домов построили 12 штук. Плюс один дом для фельдфебеля, без сада. Сейчас в нем ресторан русской кухни. В 1827 году колонисты въехали в деревню, где каждый из певцов получил не только дом, но также земельный участок, сад и корову в подарок. Из потомков первых переселенцев в колонии на сейчас осталась только одна семья – семья Григорьевых. В 1975 году возникли планы возвести здесь еще 12 домов в русском стиле, чтобы, объединив старые и новые, создать отель, построить площадки для тенниса и всячески развивать это место. Однако власти города эту идею отвергли. И с 1991 года это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, стоит нам отойти буквально квартал влево или вправо, и тут уже типичная Германия, какой она выглядит для среднего класса. Это улицы частных домов, правда, построенные сотню лет назад, как особняки для явно небедных людей. Это был район за пределами города Потсдама. Тут селились богатые горожане, желавшие жить не в Берлине, а в Потсдаме, но поближе к королю. Район застроен виллами и особняками, и только кажется, что расположен где-то в лесу. На самом деле, мне этот район больше напомнил страну тысячи озер – Финляндию. Район расположен в регионе, изрезанном реками среди озер. И иногда мне, как человеку, попавшему сюда в первый раз, сложно понять, выхожу ли я на берег реки или искусственного канала, или передо мной озеро, или широкий изгиб реки. Одно могу сказать точно – тут многие живут на берегу, и у многих домов свой причал или пирс. Лодка – естественное средство для отдыха и передвижения. Как и говорил ранее, чем-то напоминает жизнь на берегу очередного финского озера. Тут даже ходят водные такси. На озерах хорошая рыбалка. И где, как ни на озерах, прусско-королевской семье было строить резиденции и разбивать парки. Конечно, стоит отойти от воды, и снова район похож на типично немецкий. Кстати, за парковку на тротуаре могут заблокировать колесо. А снять этот пояс верности можно будет только после оплаты штрафа. Путеводители пишут, что район располагается среди парков. Правда, парки – это лишь номинально. В нашем понимании это скорее лесопарки. Даже большая часть дорожек ничем не покрыты. Только немного присыпаны гранитной крошкой, чтобы не размокало в осенний период. Из украшательств только вот такой вот зеленый мамонт. Правда, похож? Или мне уже кажется? А вот это уже интереснее. Здесь, среди леса, недалеко от озера Юнг-Фернзея стоит дворец Цецилинхов. Загранная резиденция была построена Вильгельмом II для своего сына, крон-принца Вильгельма и его супруги Цецилии в 1917 году, незадолго до падения империи. Но мировую известность Цецилинхов получил в 1945 году, став местом проведения Потсдамской конференции. Здесь было определено послевоенное устройство Германии и значительной части Европы. А внутри помещения, где Сталин, Черчилль и Трумэн подписали историческое Потсдамское соглашение. Вход стоит 16 евро, поэтому входить внутрь или нет, вам решать, а я все же воздержался. А мы, хоть и ненадолго, обратимся к архитектурным особенностям дворца Цецилинхов. Здание в стиле английских поместьй спроектировано архитектором Паулем Шульцем Намбургом. Кирпич и фахверковые элементы из темного дуба определили внешний облик здания. Это одно из немногих мест в парке, которое ухожено и действительно напоминает парк, а не лес. Сразу после Второй мировой войны целый район, прилегающий к этому дворцу, был превращен в военный городок номер 7. Дома и особняки у местных жителей конфисковали, территорию обнесли бетонным забором и установили КПП. Сейчас, если не обращать внимание на стенды с историческими фотографиями, сложно даже себе представить, что здесь происходило еще 40 лет назад. Пацдам сразу после войны стал штаб-квартирой командования советских оккупационных войск. В основняках попроще расположились армейские службы. На виллах жили генералы из командования оккупационными войсками. А в угловом здании по адресу Лястиков, штрасса 1 была обустроена тюрьма. На ее месте сейчас музей. Уникальность именно этой бывшей тюрьмы на территории Германии состоит в том, что она не была со временем передана, как и другие, в ведение госбезопасности ГДР, а использовалась советской спецслужбой по прямому назначению вплоть до середины 80-х годов. Этот район самый северный в Пацдаме. Здесь заканчивается Пацдам и начинается Берлин. Или наоборот, когда вы едете из Берлина, здесь начинается Пацдам. После поражения Германии в 1945 году страна была разделена на 4 оккупационные зоны. на английскую, американскую, французскую и советскую. Если пропустить все переплетения истории, то буквально через 5 лет возникло два новых государства на месте прежней Германии. Абсолютно идеологически разные. Одна из них западная Германия со столицей в Бонне, другая восточная Германия со столицей в Берлине. ГДР и ФРГ. Но для простоты пускай будет восточная Германия и западная Германия. Пацдам оказался в советской зоне оккупации. Но учитывая, что Берлин также был разделен на два государства, на две разные части, на западный и на восточный, то Пацдам оказался буквально в пригранище между двумя разными идеологиями. Это Глиникский мост. Граница между двумя городами. Своим названием мост обязан находившемуся поблизости поместью Клайн-Глиники. Конечно же, мост, ведущий из столицы в город, где резиденция короля должен быть внушительным. Поэтому он украшен колоннадой, но именно на въезде в Пацдам, чтобы любой въезжающий знал, что он на пути в королевский город. Естественно, что берега реки и пологие холмы были излюбленными местами для постройки дворцов и усадеб. И вот он, очередной замок. Вы еще не устали от них? Замок Баббельсберг более 50 лет служил летней резиденцией принца Вильгельма. И именно тут, в 1913 году, была основана первая немецкая киностудия, которая вскоре стала центром кинематографии Германии. В Пацдаме, в центре города, есть своя аллея славы. Название фильмов, которые тут снимали. Некоторые из них вы, наверное, знаете. По окончанию Второй мировой войны и до объединения Германии по середине моста проходила граница между Западным Берлином и ГДР. За почти четверть века на мосту обменяли практически 40 человек. Первыми в 1962 году были американский летчик Гэри Пауэрс и советский разведчик Рудольф Абель. В 2015 году Стивен Спилберг снимал здесь фильм «Шпионский мост» с Том Хэнксом в главной роли. А нахождение в социалистическом лагере поспособствовало появлению в городе огромного количества вполне узнаваемых микрорайонов, в которые мы еще съездим. Расстояния в Пацдаме немаленькие. Если хочется посмотреть что-то за пределами центра, то лучше всего сесть на трамвай. К примеру, 92-й трамвай может отвезти вас в новые современные районы, а 96-й в районы, построенные во времена ГДР. Кстати, прямо в трамвае можно купить билеты. Внутри трамвая есть аппараты, а разовая поездка стоит 2,60. А как только трамвай выйдет за пределы центра, он разгонится и будет держать высокую скорость. Это магистральный транспорт. Он связывает город с отдаленными микрорайонами. В один из таких мы и едем. Район Древиц, панельно-пятиэтажный рай. Технология постройки многоквартирных домов из готовых бетонных сегментов применялась во многих странах послевоенной Европы. Но особый размах в ее применении пришелся на страны социалистического блока, где, начиная с 1960-х годов, строительство жилищного фонда из бетонных панелей стало доминантным. Всего за 30 лет панельки изменили облик городов Восточной Европы до неузнаваемости, превратившись в своеобразный маркер постсоциалистических стран. Примерно половина жилья, которую построили в ГДР при социализме, это всеми нами любимые и знакомые пятиэтажки. В ГДР половина из них это типовой проект, WBS-70. Это типовая панелька ГДР. Выглядит она примерно вот так. Думаю, вполне узнаваемо всеми, кто какой-то раз приезжал в Берлин либо в любой другой восточный город Германии. Но поговорить сегодня я хочу не про то, как выглядит старая панелька, а про то, как немцы проводят реновацию. То есть, вы запомнили, как выглядит пятиэтажка до реновации. Все, что сейчас я вам покажу, это все та же WBS-70 просто после реновации. А вот тут даже интересно обыграли фасад, уйдя от стандартных прямоугольных контуров панельного блока. Да, это все те же панельки 70-х, 80-х годов. Но что интересно в немецкой реновации, то, что они не просто перестраивают здания, не то, что они их просто реновируют, а то, что они изменяют даже целые улицы, кварталы и общественные пространства вокруг них, даже их дворы, меняя их назначение. Но давайте обо всем по порядку. В таких районах выгодно останавливаться. К примеру, номер на двоих в 4-х звездочном отеле тут будет дешевле, чем номер в 3-х звездочном отеле в центре. А большим плюсом будет вид из номера на панельную застройку. Вы скажете, и зачем такой вид? Для контраста. День назад я ночевал с видом на внутренний двор голландского района. А теперь в отеле с Библией и программой передач. Да, любят немцы все на бумаге, даже программу передач. Мы в районе Древиц. Когда-то это был отдельный городок рядом с Поздамом. Но Поздам вырос и вплотную приблизился к этому городу, ставшему лишь районом. Изначально здесь был широкий проспект через весь район. Три полосы в одну сторону и три в другую. Как вы видите, первым делом на этапе модернизации района, кстати, под названием город Садов Древиц, проспект закрыли. Осталось по одной полосе в каждую сторону. А всю остальную зону превратили в прекрасный длинный парк через весь район с линии скоростного трамвая. Трамвай стал без альтернативы автомобилю. Тут больше не стало бесплатной парковки. Все места выкупаются или арендуются и закреплены за жильцами. Город больше не отдает землю бесплатно кому угодно, если это не общественное пространство. Автомобиль ваша собственность и ваша ответственность. Правда есть в районе и большие парковки. Правда чаще всего на краю района или у бывших площадей. Кроме того, перекрыли все улицы, пересекающие главный проспект. Здесь больше нет транзитного движения и у людей с балконов теперь вид на парк, а не на шоссе под окнами. За парком следят. Вроде будний день, но люди в синей форме чистят фонтан, в желтый убирают мусор, а в зеленый следят за насаждениями и детскими площадками. Немецкий педантизм. Сложно даже представить, что вокруг раньше было по-другому. Вопрос реновации домов это не просто перекрасить стены или поменять коммуникации. Это прежде всего переосмыслить все, что нас окружает. Не все дома прошли реновацию. Официально только каждый третий дом закончили пристраивать. Многие все еще в процессе. Раньше подъезды строили без учета людей с особыми потребностями. Да даже просто с коляской сложно подниматься наверх. Но теперь в домах не просто доделывают пандусы, но и новая программа лифт в каждую пятиэтажку. Да, вот это реновация по-немецки. К примеру, в этом доме даже перестраивали квартиры и пристроили балконы. Теперь у вас балкон из каждой комнаты. А в этом доме перестройка была менее активная. Тут просто достроили балконы. Да, обратите внимание, балконы и материалы современные. Ну и конечно немцы были бы не немцами без озеленения. Кажется, что тут все равно ступеньки и да и нет. С коляской нужно просто заезжать сбоку. И конечно в район вернулись велосипеды и движение легкого транспорта. Утром здесь спокойно и нет пробок. А раньше беспрерывный шум и автомобили. при этом во многих местах стараются сохранить оригинальные детали, которым тут уже десятки лет. К примеру, таблички или старые ограждения для мусорок. Я могу много говорить про мощение и его разнообразие и про то, как качественно подходит к строительным работам. Но давайте лучше просто войдем в случайный двор. это настоящий зеленый мир. Смотрите, вся ливневая канализация выводится в центр двора. И в дождливое время тут образуется небольшой пруд. И в то же время большое количество озеленения позволяет сделать приватные зоны, если вы не хотите сидеть у всех на виду. Здесь централизованно передали участки земли жильцам первых этажей. Есть четкий свод правил, как можно распоряжаться землей и что делать нельзя. Можно выращивать и овощи в катках, но нельзя устраивать огороды, ведь все же это город. Можно ставить зоны отдыха и скамейки с навесами, но нельзя строить сарай. Это же все же город. И в итоге двор становится зеленее и ухоженнее. Местные жители в итоге чаще пользуются двором. И всегда есть пара глаз, которые будут пристально наблюдать за тем, что происходит во дворе. За мной, например, и моей камерой очень внимательно наблюдали. И в то же время правила не дают людям устраивать дачу посреди города. И даже если вы хотите огородить цветник или газон, это же можно сделать вот, изящно, без высоких заборов, которые еще иногда и красят. Многим постсоветским дворам стоит поучиться у немцев. Просто посмотрите, как красиво скрывают под рисунками электроящики и баки, и они больше не бросаются в глаза. И тем интереснее, что еще не все дворы реновированы. Есть контраст, как было и как стало. Пример, что многие районы и спальники наших городов имеют шанс. И их можно изменить к лучшему. Это микрорайон и пятиэтажки, среди которых хочется жить. Подсдам очень контрастный город. И очень сложно выбрать, про что говорить, а про что не говорить. На чем делать акцент, на чем не делать акцент. Так, чтобы выпуск не вышел длиной в два или в три часа. В любом случае, большое спасибо всем, кто досматривает мои выпуски до Большое вам спасибо. Вас всех я обнимаю.